Всем привет, с вами Дмитрий Калинин, и сегодня у меня на обзоре смартфон Meizu M5C, который был представлен всего месяц назад и уже появился в продаже в России. Новинка позиционируется как самый доступный смартфон от Meizu. К тому же, это первый смартфон с Flyme 6 из коробки. И мне вот стало интересно, а кому нужен смартфон за 9000 рублей в пластиковом корпусе, без сканера отпечатков пальцев, если есть замечательный Meizu M3s Mini, который стоит всего на 1000 рублей дороже. Давайте разбираться. Meizu M5C официально продается в России в белой картонной коробке. В комплекте идет сам смартфон, ключ для извлечения лотка с сим-картами, комплект документации, в том числе и на русском языке, кабель USB на microUSB и зарядное устройство 5 вольт, полтора ампера, без функции быстрой зарядки. Сам смартфон выглядит довольно неплохо, я бы даже назвал его компактным. Толщина чуть больше 8 миллиметров, он довольно легкий, 138 граммов. Корпус монолитный, неразборный, из матового, но гладкого пластика, на который так и липнут жировые разводы, которые потом очень трудно оттереть. Зато смартфон не скользкий ни в руке, ни на столе. Сзади основная камера на 8 мегапикселей, которая не выступает над корпусом, двухцветная светодиодная вспышка, все края и торцы скруглены к защитному стеклу без скруглений, по которому находится 5-дюймовый IPS-дисплей, фронтальная камера на 5 мегапикселей, разговорный динамик, датчики освещения и приближений, и механическая кнопка «Домой», в которой нет сканера отпечатков пальцев. Я когда первый раз в руки взял этот смартфон и полез в настройки, я реально, наверное, минут 5 искал, где ввести отпечаток пальцев. Я так и не поверил, что в 2017 году в смартфоне за 9 тысяч рублей нет сканера отпечатков пальцев. Посмотрел на официальном сайте? Действительно нет. Ладно, поехали дальше. Снизу мультимедийный динамик, он всего один, несмотря на симметричные решетки. Здесь разговорный микрофон и разъем microUSB. Сверху разъем под наушники 3,5 мм. На левом торце комбинированный лоток для двух nanoSIM-карт, одну из которых можно заменить карточкой памяти microSD. А справа качелька регулировки громкости и кнопка питания. Все кнопки выполнены из пластика. Сборка очень качественная, нигде ничего не скрипит, не люфтит. Смартфон хорошо ложится в руку, все гладко, нигде ничего не режет. Единственное, к чему можно придраться, это вот к пластиковой демпфирующей рамке вокруг экрана, которая вот слегка ощущается пальцем. Зато я вам скажу, удобно и надежно клеить защитную пленку. Meizu M5C доступен в пяти цветовых решениях. Черный, синий, золотистый, красный с черной лицевой панелью и розовый с белой лицевой панелью. На старте продаж M5C стоит 9000 рублей за 16 гигабайтную версию. И я уверен, что цена очень быстро упадет до 7000, иначе Meizu M5C не сможет конкурировать даже с Meizu M3s Mini, не говоря уже про армию Xiaomi. Я бы добавил 1000 рублей и купил Meizu M3s Mini в металлическом корпусе и со сканером пчатков пальцев, обзор которого я недавно делал на канале. Вы его можете посмотреть вот по этой подсказке. Или бы, например, дождался снижения цены, так как сам смартфон очень даже неплох. В Meizu M5C установлен IPS-дисплей диагональю 5 дюймов с разрешением 1280 на 720 точек с плотностью пикселей 294 ppi. Защитное стекло без скруглений, олеофобные покрытия хорошие, боковые рамки умеренные. Максимальная яркость хорошая, широкие углы обзора и неплохие антибликовые свойства позволяют пользоваться смартфоном даже в ясный солнечный день, правда, при отклонениях контрастность немного теряется. Минимальная яркость, комфортная для того, чтобы пользоваться смартфоном в полной темноте, глаза не слепят и они не устают. Цветовая температура дисплея слегка завышена, но в настройках вы можете сделать экран потеплее. Я же оставлю все настройки по умолчанию и посмотрим основные цвета. Белый цвет яркий, подсветка равномерная, при отклонениях слегка мутнеет. Остальные цвета естественные, цветопередача правильная. Цветовой охват sRGB из-за чего может показаться, что краски слегка бледные, особенно при отклонениях. Черный цвет не очень глубокий, под углами видны засветы, но это только на максимальной яркости. Экран распознает 10 одновременных касаний и понимает на экранные жесты. Например, дабл тап для включения экрана, свайп для разблокировки и множество других жестов, которые можно настроить на любые действия. Например, V для включения фонарика. В общем, экран для данного ценового диапазона можно назвать хорошим, с правильной цветопередачей и ярким, но у меня есть одна претензия. HD разрешения экрана мне сильно не хватает. В интерфейсе еще куда не шло, а вот в играх и особенно в браузере мелкие детали и шрифты не четкие, видна пикселизация, правда, только с близкого расстояния. Несмотря на симметричные решетки, мультимедийный динамик в Meizu M5C всего один и расположен он справа. Слева находится микрофон, кстати, он здесь тоже один. Звук из динамика обычный, ничего особенного, громкость средняя, на максимуме хрипов и искажений нет. Послушаем сами. В общем, для звонка, игр и просмотра видео на YouTube вполне хватит. В качественных наушниках звук достаточно громкий, и что меня особенно порадовало, хорошего качества. Впрочем, Meizu всегда славилась звуком. Музыкальный плеер поддерживает воспроизведение во всех популярных музыкальных форматах. Имеется эквалайзер с предустановленными настройками, высококачественная музыка обозначается значком SQ. FM радио в смартфоне нет, зато имеется отличный диктофон, который неплохо записывает звук. И что мне особенно понравилось, есть возможность записи телефонных разговоров, причем вы можете включить автозапись. При разговорах по телефону все слышно хорошо, микрофон качественно передает голос, звонок громкий и есть вибро. В Meizu M5C установлен 4-ядерный 64-разрядный процессор Mediatek MT6737, который работает на максимальной частоте 1,25 ГГц. За обработку графики отвечает графический процессор Mali-T720. Оперативной памяти 2 ГБ, встроенной памяти 16 ГБ, память медленная, и ее можно расширить карточками памяти microSD вместо второй сим-карты. Железо типичное для бюджетного смартфона, здесь нет никаких сюрпризов. В тестах все тоже скучно, даже в режиме максимальной производительности. В Antutu не набирает даже 30 тысяч баллов, я пробовал два раза. В мультиплатформенном тесте Geekbench 4 на одном ядре M5C набирает 558 баллов, и результат стабилен, а в мультипроцессорном тесте показывает более полторы тысячи баллов. С графикой все еще хуже. В 3DMark Unlimited смартфон показал всего 3700 баллов, а в графическом тесте Epic Citadel в режиме Ultra High Quality значение 27-25 FPS. Годовалые давности Meizu M3s Mini выдавал в два раза большие результаты. В реальной работе смартфон неторопливый, все нужно делать размеренно. Но что приятно, интерфейс работает плавно, без лагов. Здесь установлена фирменная и собственная оболочка Flyme 6, которая работает на Android Marshmallow. Пролистывание в ленте Twitter с рывками. Посмотрите, кстати, как долго запускаются приложения. Как видите, пролистывание с рывками. Зуммирование в Chrome также не радует. В тяжелых играх графику придется снижать до минимума. Например, посмотрим, как обстоят дела в игре World of Tanks. На максимальной графике играть очень некомфортно. Значение FPS 15-20, иногда падает даже до 5-7. Поэтому я установил разрешение низкое и начинаем бой. Итак, бой начинается. Смотрим значение 40 FPS. Напоминаю, что графика сейчас выставлена на минимум. Смотрим значение в перестрелке 47 FPS. Значение в перестрелке 41 FPS. Убили. 41 FPS. Итак, мой танк уничтожили. Сразу же посмотрим, какая сейчас температура. Она равняется 38 градусов. Что мне понравилось? Что при обычной работе смартфон почти не греется. Температура равна температуре окружающей среды. А в играх максимум, что я видел, это было 39, ну максимум 40 градусов. И нагрев почти не чувствуется из-за пластикового корпуса. В общем, даже с учетом того, что это бюджетный смартфон, производительность никак не тянет на 9000 рублей. Но для большинства повседневных задач, такие как соцсети, звонки, мессенджеры, производительности хватит за глаза. Со связью в Meizu M5C все в полном порядке. Две наносим-карты поддерживают работу в мобильных 2G, 3G и 4G сетях, правда попеременно, так как радиомодуль здесь один. С мобильным 4G интернетом проблем нет, поддерживаются все российские частоты. Wi-Fi работает на частоте только 2,4 ГГц с максимальным типом N. Имеется Bluetooth версии 4.1 Low Energy, разъем microUSB 2.0 поддерживает USB OTG и имеется навигационный модуль, который работает только с американским GPS. NFC здесь нет, FM-радио нет, ИК-порта нет. В общем, это обычный бюджетный смартфон. В Meizu M5C установлена фронтальная камера на 5 Мп с диафрагмой f2.2, которая делает неплохие фото при достаточном освещении, с правильной цветопередачей и без искажений. Тапом по экрану меняется только экспозиция, автофокуса здесь нет. Видеофронтальная камера может записывать разрешение всего лишь 480p, качество при достаточном освещении хорошее, но имейте в виду, что при записи видео соотношение сторон будет 4 к 3. Основная камера на 8 Мп с диафрагмой f2.0, фазовым автофокусом и двухцветной светодиодной вспышкой. Камера расположена удобно, пальцы не лезут в объектив. Ни оптической, ни цифровой стабилизации здесь нет. Камеру можно быстро запустить двойным нажатием на кнопку «Домой». Интерфейс камеры слегка изменился, свайпом выбирается режим фото и видео, это не очень удобно, к тому же работает медленно. Четыре точки вызывают список режимов. Здесь есть панорама, таймлапс, можно делать гифки и сканировать штрих-коды, а также есть ручной режим, в котором нет выдержки и подстройки фокуса. Вы можете включить режим HDR, который работает медленно и странно. Да, он расширяет динамический диапазон и делает фотографии четче, но кадр получается как будто бы отфотошопленный, не натуральный. Имеется четырехкратный цифровой зум, тапом по экрану можно изменить фокус и экспозиции, есть быстрая съемка, которая ограничена 15 кадрами. Выбор лучшего кадра очень удобный. Сами фотографии получаются неплохие днем, детализация правда хромает, но цветопередача, баланс белого, автофокус и экспозиция в большинстве случаев работают правильно. В помещении четкость теряется, а при недостаточной освещенности появляются шумы, замыленность и резкости не хватает. Макро режим мне не понравился, камера не всегда может сфокусироваться на ближних объектах, тексты снимает хорошо, со вспышкой в полной темноте фотографии получаются неплохие. По ссылке в описании вы можете посмотреть примеры фото. Видео смартфон может записывать максимум в HD разрешении 720p в 30 fps. Так как стабилизации здесь нет, в движении видео получается дерганым, фазовый автофокус при записи видео вообще не работает, вам придется не забывать перефокусироваться тапом по экрану. Тем не менее, цветопередача правильная, экспозиция работает хорошо, звук на видео пишется в стерео 127 кбит в секунду. В целом, камерой я недоволен. Это уровень смартфонов 6-7 тысяч рублей, но никак не 9. Вспомнить хотя бы Meizu M3s Mini, который стоит всего на 1000 рублей дороже, так его обе камеры во всем превосходят M5C. В Meizu M5C установлен несъемный аккумулятор на 3000 мАч, которого при моем сценарии использования гарантированно хватает на полные сутки работы при 6-ти часах активного экрана. Собственная статистика в Meizu неудобная, а приложение GSM B3 Monitor не работает корректно, поэтому у меня только частичные данные. К тому же, я постоянно тестировал смартфон, перезагружал его, подключал к компьютеру, а все это сбрасывает статистику. Вот, например, посмотрите, здесь смартфон разрядился со 100 до 70% за 6 часов, при этом 2 часа активного экрана. Следовательно, если бы я продолжил работать, получается, что у меня смартфон бы проработал полные сутки при примерно 6-ти часах или даже более активного экрана. При этом я пользовался им, как обычно, очень много снимал, играл в различные игрушки, смотрел видео на YouTube и общался в соцсетях. Все это время смартфон работал в режиме максимальной производительности, и если включить сбалансированный режим, то показатели будут значительно лучше. Час игры World of Tanks на минимальной графике разряжает батарею на 19%, а час просмотра видео на YouTube на 12%, следовательно, вы можете смотреть видео более 8 часов. Имеется специальный режим энергосбережения и есть супер-режим, который переводит экран в черно-белый режим и отключает все, кроме звонков, SMS и еще двух выбранных вами приложений. Заряжается M5C до полной зарядки от комплектного зарядного устройства 5 Вольт 1,5 Ампера более 2 часов. В общем, заряда на сутки хватит при любом раскладе, даже с играми, а если использовать сбалансированный режим и не играть в игры, то заряда точно хватит на двое суток. Meizu M5C Meizu M5C – это первый смартфон компании, который из коробки работает на новой фирменной оболочке Flyme 6, которая почти полностью скрывает Android 6.0. Flyme 6 работает быстро и стабильно, оболочка приятная, чем-то похожа на iOS. Здесь нет отдельного меню программ, все ярлыки и виджеты сразу попадают на рабочий стол, нет привычных кнопок навигации Android, все заменяет многофункциональная кнопка Home, прикосновение – это функция «назад», короткое нажатие – функция «домой», а для того, чтобы вызвать список последних запущенных приложений, нужно свайпнуть от нижнего края вверх. Во Flyme 6 стало теперь очень похоже на iOS. Свайпом вверх можно выкинуть любое приложение, а свайпом вниз, потянув, вы можете закрепить это приложение, скрыть или вызвать его во многооконном режиме. Например, смотрите, как классно, вы можете одновременно читать свой твиттер и смотреть видео на YouTube. Причем это работает как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Имеется кнопка «закрыть сразу все приложения». Долгое нажатие на кнопку Home блокирует смартфон. Шторка панели уведомлений вызывается из любого места на экране, не нужно тянуться в самый верх. Повторный свайп вызывает быстрые переключатели и ползунок яркости. Иконки переключателей стали меньше, их можно поменять местами и дико бесит, что нет входа в настройки. Во Flyme 5 он был на привычном месте. Интерфейс смартфона можно поменять темами в настройках персонализации. Здесь меняются не только обои, но и иконки. И мне очень понравилась тема «Battery Saver». Также есть легкий режим с упрощенным интерфейсом и крупными иконками, и шрифтами. Отлично работают жесты, которые можно настроить под себя. Например, дабл-тап, свайп для разблокировки, а также под любое приложение. Например, вы можете быстро запускать фонарик или твиттер. По умолчанию сервисы Google не предустановлены. Они устанавливаются из собственного магазина приложений HotApps. Здесь нужно зайти в самые нужные приложения и выбрать Google Apps Installer. После этого у вас появятся Google Play Market и остальные Google сервисы. Предустановленных приложений не так уж и много. Из интересных хочу показать безопасность, которая защитит ваш смартфон от вирусов и спама, очистит и ускорит память и оптимизирует батарею. И интересное приложение «Инструменты», в котором есть даже шумомер. Предустановленная клавиатура TouchPal неудобная. Я сразу же заменил ее на Google клавиатуру. В общем, Flyme довольно плавная и приятная оболочка. Интерфейс не лагает, работает стабильно. Все довольно просто и понятно. Подведем итог. Meizu M5C получился хорошим бюджетным смартфоном. С отличной сборкой, ярким дисплеем, хорошим звуком в наушниках, поддержкой LTE и неплохой автономностью. К тому же из коробки он уже работает на новой оболочке Flyme 6, которую до сих пор не получили даже флагманы. Но пользуясь смартфоном почти две недели, я так и не понял, за что я должен отдать 9000 рублей, если за 10 я могу купить Meizu U10 или M3S Mini в металлическом корпусе со сканером печатков пальцев, который во всем превосходит пластиковую новинку. Мне кажется, я разгадал секретный замысел Meizu. Покупатель посмотрит на M5C и уже точно купит M3S Mini. Ну а когда цена упадет до 7000 рублей, вы можете смело брать этот смартфон. Он того стоит. А на сегодня все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мои социальные сети, Twitter, Вконтакте, Instagram. Там много всего интересного, а главное полезного. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, я постараюсь ответить. А это был обзор смартфона Meizu M5C. С вами был Дмитрий Калинин. До скорых встреч, друзья!